Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня очередной выпуск программы «Разговор о медицине». Сегодняшняя наша тема – это «Как побороть вредные привычки и что такое алкогольная интоксикация». На самом деле алкогольная проблема существует и, к сожалению, люди обращаются к специалистам, когда уже, как говорится, дела плохи. И поэтому мы решили поговорить с доктором именно вот об этой проблеме, пока еще, как говорится, не поздно. И сегодня у нас в гостях главный врач Ульяновской областной наркологической больницы Белянкин Михаил Владимирович. Михаил Владимирович, скажите, пожалуйста, в чем суть проблемы на самом деле? И она стоит такого разговора, вот такого открытого? Я думаю, что может быть даже не одного разговора она стоит. И чем громче этот разговор будет и чем чаще он будет повторяться, возможно, какие-то изменения к лучшему и произойдут. Алкогольная проблема, она очень актуальна для нашей страны. Алкоголь, ассоциированная смертность, ну просто ужасающие какие-то цифры показывает. Около полумиллиона человек ежегодно погибает от смертей, связанных с алкоголем. Страшная цифра. Очень страшная. И погибает в основном трудоспособное население, и погибают люди молодые, которым еще жить где жить, воспитывать детей, трудиться на благо себя и своей страны. Но, к сожалению, получается так. Очень много самоубийств, очень много убийств на почве именно алкоголизма происходит ежегодно. Ассоциированные смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, там тоже очень большую роль играет именно потребление алкоголя. Поэтому молчать об этой теме мы ни в коем случае не должны. И довести до зрителей всю остроту этой проблемы, я думаю, просто обязаны. Михаил Владимирович, то есть, судя по нашему такому вступлению, да, это, в принципе, социальная проблема. Да. Социальная проблема, на самом деле, она очень такая насущная, и мы действительно теряем, да, людей, прямо если бы открытым текстом говорить. Скажите, пожалуйста, а вот что, на самом деле, по вашему мнению, вот приводит к такому вот именно к алкогольной зависимости, вот привязанности вот к этой привычке вредной? Что это, может быть, ну, на ваш взгляд, какие к этому предпосылки? Ну, начнем с того, что так называемые алкогольные традиции у нас особо, наверное, с прошлого века не менялись. Сейчас идет изменение, достаточно радостное для нас. Появляется прослойка среди молодежи, она, по-моему, чем дальше, тем больше. На самом деле так. Которые говорят, что нам алкоголь интересен, мы не употребляем, нам интересно быть здоровыми, общаться друг с другом, ну, и жить полноценной жизнью. А в целом, если вспомните, с прошлого века у нас остались такие традиции, как несколько дней отмечания Нового года, да, как в 15 лет там впервые за столом ребенку дать попробовать шампанского, да, или на Новый год ему самостоятельно наличь, чтобы, не дай бог, он там в какой-то плохой компании алкоголь не попробовал, да. У нас остались привычки поминать людей, которые ушли от нас обязательно крепким алкоголем, да, причем дозы там такие, что не каждый, скажем так, бывалый человек сможет помянуть. У нас дни рождения безалкогольные не бывают практически нигде, и нет безалкогольных свадеб в принципе. То есть, начиная от традиций, и я бы продолжил нынешним распространением алкогольной продукции. Выйдите на улицу, посмотрите, пожалуйста, вокруг себя, да, обязательно взгляд упрется в какой-нибудь, либо специализированный, либо не очень магазин, который продает различные крепости алкоголя. На мой взгляд, излишнее предложение алкогольной продукции сейчас, ну, оно просто вот, его никуда не денешь. Пропаганда алкоголя, алкогольное лобби в кинематографии, ну, оно тоже видно невооруженным взглядом, да. Любой супергерой, прежде чем спасать мир, или после того, как спасет мир, обязательно себе что-нибудь нальет, выпьет, и при этом пойдет, что-то доброе сделает. Да, какие после этого остаются, ну, у зрителя, у несовершеннолетних. Тем более молодежь, если смотрят по-другому. То есть, создается стереотип поведения, который, на самом деле, ничего общего с действительностью не имеет. И, как бы, при наркологических заболеваниях сейчас вводятся так называемые социальные ограничения, да. Да, люди, страдающие алкоголизмом, они не имеют права работать на каких-то серьезных работах, связанных с высокой оплатой труда, так называемых вредных производствах. Они не имеют права водить машину, они не имеют права владеть оружием. Вот эти вот ограничения, они вводятся, когда уже слишком поздно, на мой взгляд. На мой взгляд, недостаточно профилактических мероприятий со стороны немедицинских организаций, не самого Медлана. Может, даже законодательных каких-то вещей. Законодательных, вот их недостаточно. На мой взгляд, ситуация усугубляется именно этим. Ну, хорошо, Михаил Владимирович, вот мы сейчас хорошо это все телезрителям дали такую ремарку, да. Скажите, пожалуйста, а вот нас слушают телезрители, вот молодые в том числе, и они, наверное, думают, да, ну, я вот немножко выпью, там, да, мне ничего не будет, на организм практически ничего не подействует, да. Давайте вот тоже эти мифы, наверное, развеем, да, вот раз и навсегда сейчас. И скажем, что, наверное, вы со мной согласитесь, что ни одно количество алкоголя безвредно для организма вообще не бывает, да. Поэтому давайте вот это телезрителям расскажем. Насколько бы, скажем так, нас не разубеждали киношные герои, насколько бы интересны там ролики про то, как можно много всего выпить и оставаться там хорошим парнем или классной девчонкой, да. Как бы они ни старались, в принципе, ВОЗ, ну, даже та организация, которая до последнего, скажем так, на проблему алкоголизма обращала внимание по минимуму, у нее уже, в общем-то, приняты формулировки, по которым звучит только минимально опасная доза алкоголя. Но все-таки опасная. Любой, как вы правильно сказали, любая доза алкоголя, любой алкоголь, он опасен, он вреден. Поэтому минимально опасные дозы, среднеопасные дозы, высокоопасные дозы, они, в общем-то, определены, они сейчас есть, но безвредного алкоголя не бывает. Ну, Михаил Ильич, тогда давайте немножко окунемся под физиологию, скажем, да. Что происходит при поступлении алкоголя в организм? Алкоголь – это липофильный яд, то есть для зрителей, которые далеки от слова липофильный, жир растворимый. У нас центральная нервная система в основном состоит из жировых соединений, ну, жиробелковых, да. Попадая в организм, алкоголь прежде всего накапливается в центральной нервной системе. В центральной, в периферической, так для него никаких барьеров нет, он легко преодолевает гематоэнцефалический барьер, легко преодолевает плацентарный барьер, поэтому, как бы, вот, было какое-то время понятие, что беременным для развития плода можно, там, немножечко красного вина, ужасное, ужасное, на самом деле, определение, да, ничего подобного. И основное действие, действие всего, то есть, все действие этанола сводится к угнетению. Всех систем. Угнетение, угнетение деятельности клетки, ионных каналов, деятельности сосудов, деятельности мелких и крупных нервов, деятельности центральной нервной системы. Первая, как говорится, небольшая доза, она запускает глутамат, гаммкергические рецепторы, ну, скажу так, это рецепторы удовольствия, да, в центральной нервной системе, вызывает выделение в мозгу большого количества дофамина, тоже гормоны, которые вызывают эйфорию, ну, это только первые дозы. Затем угнетение центральной нервной системы, угнетение сердечно-сосудистой системы. И от этого и клиника тяжелого опьянения, и при этом вплоть до летального исхода, с угнетением всех жизненно важных функций организма. Поэтому, еще раз обращаю внимание, все действие алкоголя, оно только токсическое, только угнетающее. Михаил Владимирович, а вот есть такое понятие алкогольная интоксикация и синдром похмелья, да, это разные вещи? Это разные вещи. Разные вещи, да. Давайте тоже вот расскажем об этом. Алкогольная интоксикация, ну, изначально выпивает человек, да. Ну, не очень пьющий, скажем так, висок, да, не пьющий, но немножко он перебрал. Возникает у него эйфория, возникает стадия опьянения, стадия опьянения, как бы тоже, ну, видели мы их все, да, и хорошо, я думаю, внешне во всех разбирается. Сначала веселое, благодушное настроение, человек шутит, смеется, любит весь мир, любит окружающих, впоследствии начинает периодически у него возникать какая-то агрессия, на кого-то кто-то на него не так посмотрел, кто-то что-то не так сказал, вплоть, может, до, ну, до драки, что уж говорить, да, пьяная драка, это тоже ничего такого сверхъестественного, а впоследствии тяжелая интоксикация, это, как я уже говорил, вплоть до алкогольной комы и угнетения сознания. Абстинян, ацетальдегидный синдром или похмелье, это немножечко другая вещь. При избытке алкоголя в организме, при той дозе, с которой уже не могут естественные наши детоксикационные системы справиться, которые в основном находятся в печени, да, возникает избыток ацетальдегида, то есть продукта окисления непосредственно этанова. И вот этот ацетальдегид, он по токсичности намного выше, чем алкоголь. Он вызывает и головную боль, и головокружение, и подъем артериального давления, и тошноту сорвоты, и, скажем так, те нарушения, которые, ну, характерны вот именно для похмельного синдрома. Жажда непосредственно вызываемая тоже, это все ацетальдегидами, то есть избыток ацетальдегида в крови. Длительность похмельного синдрома больше всего зависит от дозы выпитого алкоголя. Качество алкоголя, как вот сейчас тоже принято, миф такой принят, да, что чем более высококачественный алкоголь, тем больше его можно пить, и никаких вредных последствий не будет. Чушь полнейшая. То есть можно и высококачественным алкоголем добиться такого похмельного синдрома, что захочется больше алкоголя никогда не принимать. Понятно. Михаил Владимирович, скажешь, пожалуйста, а вот когда все-таки уже стоит обратиться к специалистам? То есть вот есть такое понятие, ну, как любая зависимость, алкогольная зависимость тоже требует какой-то коррекции и обращения к специалистам. Когда это нужно сделать? Когда нужно бить тревогу? Знаете, я как-то уже отвечал на этот вопрос. Первую тревогу нужно бить, когда у тебя первое похмелье возникло, да? То есть ты уже, скажем так, вышел за рамки того, что твой организм может переварить с минимальным вредом для человека. То есть интоксикация была бы лучше, чем вот с импахмельный синдромом? Да, да, да. Ну, а сами признаки прогрессирующей алкогольной зависимости, они, в общем-то, характерны для всех психоактивных веществ. Увеличение дозы, увеличение крепости, увеличение частоты потребления. И попутно, если идут непосредственно все разговоры про алкоголь. Ну, то есть по-другому, Михаил Владимирович, человек становится несвободным. Несвободным, да. В своих мыслях, поведениях, действиях. Выдается свободное время, он его потратит на употребление алкоголя. Как любая зависимость она. Да, да. В рамке. Вокруг не замечается, насколько мир прекрасен, да, насколько много всяких интересных занятий. Насколько хорошо, скажем так, выйти просто на природу, подышать свежим воздухом, насладиться рассветом, закатом или просто солнечным деньком. Это все не замечается. Все разговоры, все проблемы, все шутки в основном идут в алкоголе. Это, конечно, проблема. Тогда, Михаил Владимирович, давайте тоже телезрителям скажем, у кого-то, может быть, в семье такие проблемы или со своими родственниками. Куда можно обратиться? И вот где такую помощь можно получить? Обратиться можно в нашу службу анонимно. То есть абсолютно анонимно, конфиденциально. Абсолютно анонимно, без каких-то там вот этих вот социальных последствий, которых люди очень боятся. Можно позвонить предварительно по телефону 717-717. Это телефон доверия нашей службы. Мы можем проконсультировать, консультирует опытный психолог у нас. Единственное, что пока эта служба не круглосуточная, работает вот в рабочее время до 16.30. Ну, я думаю, это тоже хватает вполне. Вполне можно, да. И люди обращаются, и мы не устаем напоминать, что... Никому не отказывается никогда, всегда идет... Нет, мы всегда готовы помочь. И если вдруг что-то где-то не помог, мой телефон всегда тоже на сайте нашей больницы присутствует. Я тоже всегда готов включиться в процесс помощи пациенту. А вот такая ситуация, когда, например, подросток, да? То есть вот родители заметили, что какая-то есть вот такая уже тяга к спиртному, да? Меняется поведение, оно становится другим, как вы сейчас описали. Родителям как вот нужно, может быть, тоже к каким-то специалистам обратиться? Может быть, по месту жительства можно обратиться, да? Есть ли такого характера специалистов, по которым вы сказали, не только в наркологической больнице? Прежде всего, психолог в данном случае, он может помочь, он может разобраться, в чем причина. Может отличить, на самом деле там все упирается уже в какое-то поведение протестное подростка. Либо есть серьезная проблема уже с наркологической точки зрения. Аддиктивное поведение, оно как бы для подростков, для части подростков характерное. И там без помощи психолога никак. Ну и понятно, что если нашли это на медосмотре специалисты общей лечебной сети, то, естественно, мы с ними готовы всегда выйти на связь, всегда готовы помочь. В анонимном порядке, без каких-то усложнений жизни для и так сложной жизни подростка. Ну опять же, как руководитель крупной поликлиники, тоже одной из крупных поликлиников, я тоже могу сказать, что и диспансеризация здесь нам тоже помогает, как выявление фактора риска. И мы об этом всегда и с вами сколько раз об этом говорили, что это особенно первый этап диспансеризации, когда непосредственно фактор риска злоупотребления алкоголя или чрезмерного употребления его, он тоже выявляется и тоже идет коррекция. Тут давайте сможет даже для зрителей вот это вот более подробно объясним. Выясняется фактор риска и приходит, если человек, прошедший диспансеризацию к врачу-наркологу, у него от этого никаких сложностей не будет. Абсолютно, да. Он пообщается с ним, проведет нарколог так называемое мотивационное интервью, то есть объяснит, какие возможны последствия, если не изменить вот тот образ жизни, который сейчас ведет человек. Этого зачастую просто достаточно. Просто достаточно побеседовать со специалистом. То есть вот такая доверительная беседа, она даже дает больше эффекта, чем иногда даже какие-то свои. Да, это вот то, что многим людям просто необходимо. Поэтому порекомендовал бы нашим зрителям проходить вот эти вот анонимные опросы по склонности к развитию наркологических заболеваний. И если предлагают прийти к наркологу, даже в той же поликлинике, да, сходить, ничего страшного в этом нет и не будет. Ну, совершенно верно. Ну, вот такой разговор у нас сегодня получился. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова